всем привет по мотивам моей поездки в варшаву туда и обратно за один день 14 января у меня получилось сравнение двух зарядных станций ионити по дороге в варшаву и суперчарджер версии 2 в чехочинке по дороге из варшавы обратно старогард гданьский и как вы думаете какая зарядка на самом деле быстрее ионити которая декларирует максимально 350 киловатт или суперчарджер второй версии который максимально может давать 150 киловатт в прыжке и с кепкой какие плюсы у ионити понятно максимальная скорость больше то есть станция мощнее нету ограничения сказывает интуиция что ионити будет ближе к суперчарджеру третьей версии который у нас дает по идее 250 киловатт в прыжке но что говорит в пользу суперчарджера это родное железо теслы то есть зарядка суперчарджера родная она умеет работать с аккумуляторами теслы она знает какой это аккумулятор поэтому она оптимально дает ту мощность которая надо работает на том же протоколе вот то есть там не будет задержек каких-то в коммуникации между автомобилем бмс автомобиля и зарядки еще один большой плюс теслы в том что тесла знает где находится суперчарджер и она заранее подогревает батарею то есть в примере суперчарджером второй версии когда я выехал из варшавы включил навигацию домой тесла автоматически рекомендовала заехать на суперчарджер и за 120 километров за 120 километров до суперчарджера тесла уже начала подогрев батареи чтобы по приезду на суперчарджер у нас были красивые 58 градусов в батарейке зачем нужны 58 градусов вообще зачем нужно подогревать батарейку ну известный факт что батарейка холодная литиевая при зарядки высоким током быстро деградирует то есть портится появляются дендриты поэтому ей нужна оптимальная температура тесла свои батареи все тестируют и изучает на какой температуре лучше всего будет происходить процесс из того что я знаю 58 градусов для вот моей батарейки lg тесла греет а для батарейки lfp катал она греет до 42 градусов батареи ну вот так они рассчитали и при этой температуре тесла позволяет батарейки удерживать максимальную мощность или оптимальную кривую зарядки как можно дольшее время и теперь вот у меня есть график двух зарядок ионити и теслы я заряжался примерно одинаковое время на ионити заряжался 28 минут с 14 процентов на тесле заряжался 29 минут с 12 процентов заряда батарей и на ионити я зарядился до 77 процентов на тесле зарядился до 80 процентов то есть и что мы видим у теслы красивую плоскую плоская плато зарядки на 140 там плюс киловатт то есть тесла долго долго держится на хорошей скорости а вы ионити мы выскочили на очень-очень короткий момент на 172 и потом сразу же как с горочки скатились до 130 пары киловатт и дальше продолжали скатываться медленно то есть там где тесла держала до 30 и чем-то процентов 140 плюс киловатт ионити эту мощность нам не держал и этот скачок 160 нам ничего значительного ускорения нам не дал то есть на самом деле мы на ионити заряжались средней скоростью ниже чем на суперчаржере второй версии в чихачинки поэтому если у вас тесла и в вашей стране есть суперчаржеры есть ионити едьте на суперчаржер даже если это суперчаржер второй версии и скорее всего вы получите оптимальную скорость зарядки для вашего автомобиля то есть не нужно переживать что нет суперчаржера 3 версии 250 киловатт второй версии тоже суперчаржер молодец заряжает хорошо желаю чтобы побыстрее суперчаржеры открывались в наших странах вот и тогда будет нас быстро хорошая комфортная зарядка такая чтобы за 15 минут зарядиться на следующие 200 километров или там 150 и делать такие скачки по автостраде все всем спасибо всем пока статистики которые показываю это из tesla fly вот если вы хотите у меня есть ссылочка в описании можете попробовать на своей машине если вам понравилось поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь все пока а